Это был талантливый актер. Он играл душевно, ровно, стильно. Но зачем же ты туда попер, спрашивал Фому он как-то в фильме. Ты зачем туда попер? Мозжа есть. Попробовать хотел? Чего попробовать? Перемахнуть. Так мост же есть. Есть. Ну? Советский, российский и украинский актер. Его основной жанр – комедия. Он имел славу артиста с необычной фактурой и оригинальным чувством юмора. Особую популярность актер получил благодаря картинам «Афоня, 12 стульев, чародеи». Михаил Семенович Светин родился 11 декабря 1930 года в городе Киев, Украина. Светин – это его актерский псевдоним. За основу он взял имя своей дочери. При рождении у него было совсем другое имя – Михаил Соломонович Гольцман. Уже во время работы ему пришлось сменить фамилию и отчество на более созвучные – Михаил Семенович Светин. Его семья была достаточно обеспеченной и владела галантерейным магазином. Талант и любовь к публике у будущего актера проявилась в ранние годы, еще в дошкольном возрасте. Всегда веселый парень привлекал внимание многих людей и даже выступал перед знакомыми, смешил прохожих на улице. С тех далеких пор маленький Миша решил стать актером и старался подражать своему кумиру Чарли Чаплину. Именно немые картины стали образцом для становления Светина как актера. В 11 лет мальчик заболел туберкулезом и родители отправили его в санаторий в Алубке. Однако долечиться Михаилу так и не удалось из-за вступления гитлеровских войск на территорию Крыма. Сохранить ему жизнь удалось благодаря главному врачу санатория, который отправил мальчика с приехавшей за ним матерью и братом в Ташкент. Вернуться домой семье Гольцманов удалось лишь в 1944 году. Не просто Михаилу было и в школе. Весельчак и хулиган постоянно подшучивал над учителями, любил быть в центре внимания одноклассников, из-за чего и был отчислен после окончания 8 класса. Спустя несколько лет будущий актер поступил в Киевское музыкальное училище. В 1955 году молодой человек уже успешно играл на гобои. Далее отправился служить в армию. После окончания службы Михаил попробовал поступать в ГИТИС, однако провалил экзамены. Причиной отказа для приемной комиссии стал маленький рост юного комика и небольшие дефекты речи. Неудачи в учебе не помешали Михаилу Светину устроиться во вспомогательный состав театра Аркадия Райкина. Однако буйный характер и некая безответственность стали причиной его увольнения из этого учреждения. Сам артист утверждает, что его выгнали из-за того, что он учил Райкина правильно играть. Затем актер начал развивать свой талант самостоятельно и работал в театрах различных городов Камышине, Иркутске, Кемерово, Петропавловске, Пензе и других. Кроме того, Михаил некоторое время занимался с детьми в школах музыкой. В 60-х годах актер вернулся на родину и устроился работать в Киевский театр Аперетты. Проработал он там, правда, недолго. Уже в 1970 году Светин переехал в Ленинград и продолжил карьеру в малом драматическом театре. Спустя 10 лет талантливого актера заметил Петр Фоменко, который и пригласил Михаила Семеновича в театр комедии. Популярность Михаила Светина начала расти именно после начала работы в Ленинградском театре комедии. Именно с тех пор актер стал появляться на экранах и снялся более чем в 100 фильмах. В 1974 году на экраны вышел фильм «Ни пуха ни пера» замечательная комедия о пенсионерах, которые очень любили охотиться и приукрашать свои способности в этом деле. В этом фильме Светин работал на одной съемочной площадке с Аркадием Аркадьевым, Николаем Горинько и Александром Леньковым. Далее сразу же последовала следующая работа в картине «Агония», которая описывает события 1916 года, «Времена правления Николая II». Это один из наиболее серьезных проектов Михаила Светина, в котором он сотрудничал с Леонидом Броневым, Алексеем Петренко, Анатолием Ромашиным, Алисой Френдлих. Съемки в следующем фильме принесли актеру славу и популярность. «Афоня» – это жизненный комедийный фильм режиссера Георгия Данелли, рассказывающий об истории простого слесаря, любившего изрядно выпить и приударить за девушками. В этой картине Михаил Семенович работал вместе со знаменитыми актерами Леонидом Куравлевым, Евгенией Симоновой, Евгением Леоновым, Ниной Руслановой и другими. «Я предлагаю уволить Борщева. За что это? За все. За то, что из-за таких, как ты, людям нормальной жизни нет. Вот у моей сестры муж Федул, твой приятель, все пропил, жену бьет, сына бьет, а его все воспитывают». Через год, в 1976 году, Михаил Светин снялся в четвертой серии художественного телевизионного фильма Марка Захарова «12 стульев» по одноименному роману писателей Ильфа и Петрова. В этой картине, помимо Михаила Светина, также снимались многие знаменитые советские актеры. Анатолий Попанов, Андрей Миронов, Лидия Федосеева-Шухшина и другие. Настоящая слава пришла к актеру позже. Одним из самых культовых проектов Светина, подарившим ему всесоюзное признание, стала роль в замечательном новогоднем фильме «Чародеи», вышедшем в 1982 году и рассказывающем о чудесах, которые может творить любовь. В этой картине актер на одной съемочной площадке работал с Александром Абдуловым, Валентином Гафтом, Евгением Вестником и другими. Успешная карьера Михаила Светина не помешала ему создать прочную семью. Его женой стала коллега Бронислава Проскурнина, знаменитая актриса малого драматического театра, которую он встретил в Камышине. Разница в возрасте не помешала им прожить в браке более 50 лет. У супругов есть взрослая дочь Светлана Михайловна Светина. Дочь артиста уже давно замужем и подарила знаменитому отцу двух замечательных внучек, Аню и Сашу. Ее муж Сергей работает в Америке программистом, поэтому Светлане с ее детьми тоже пришлось переехать в Нью-Джерси. Преклонный возраст Михаила Светина не мешал ему продолжать жить активной жизнью. Актер проживал в Санкт-Петербурге и до своих последних дней играл на сцене Санкт-Петербургского академического театра комедии имени Акимова. Он также продолжал сниматься в кино. Одни из его последних картин «День побежденных», «Золотой автомобиль» и «Правдивая история о балых парусах». Михаил Светин является обладателем таких званий, как «Заслуженный артист РСФСР» и «Народный артист России». В конце октября 2004 года он получил орден почета за заслуги в области театрального искусства и многолетнюю плодотворную работу. А в 2009 году был награжден орденом за заслуги перед Отечеством четвертой степени. 23 августа 2015 года семью и поклонников актера взволновало его здоровье. У Михаила Семеновича случился инсульт. Ему сделали серьезную операцию. После этого актера поместили в реанимацию под аппарат искусственной вентиляции легких в Гатчинскую центральную районную больницу. Актер Михаил Светин скончался на 1985 году жизни, утром 30 августа 2015 года в больнице. Похоронен актер на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Просьба оценить данное видео. Если вам понравилось, то ставьте лайк, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди еще много интересного. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...